У меня 4.18 дня. Ну так после обеда уже через полчаса темнеть начнет. Вы что? А что это? По вашему утру? Не, не, не. Еще не. Это самое темнеть начнет полшестого где-то. А вы в каком штате находите? Я в Техасе, а вы? Или не в каком? Где в каком? В Техасе, а вы? В Техасе? В Техасе, знаете? Вы не в Америке? Да, знаю, только Тексас говорят в Америке. Да это ерунда, можете мне что угадать. Это не играет рояля, ладно. Хорошо, мы по-английски с вами или по-английски? А вы так как хотите, мне все равно. А где там, в какой части Тексиса вы живете? В Далласе. Да, хороший город, большой. А вы где, на восточном? А я живу в Синциннати. Где? Да, в Синциннати. В Синциннати. В Синциннати. Много, много ваших, ну наших, ваших. Юг Штатагая. Понятно. Это еще, это очень редко, что вот. Юг Штатагая. Я поняла. Потому что в основном наши все живут, концентрируются на восточном побережье. Нью-Джерси, Нью-Йорк. Так это почти, ну ничего подобного. Не, 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 не. А где вы считаете концентрировать? У нас сейчас очень много русскоязычных столов. Да, но дело в том, что там, в Нью-Джерси не так. Вот у Нью-Джерси, это в основном те, которые в Нью-Йорке живут, они в Нью-Джерси переезжают. Потому что в Нью-Йорке жизнь страшно дорогая. Очень дорогая. Ну я имею в виду вот старую миграцию, знаете, которая еще вот конец 90-х, нулевые. Ну я в 93-м году, я приехал в 93-м году. Ну вот, я в нулевых приехала. Ну с женой, ну естественно, с семьей. Поэтому я удивилась, что вы, ну близко, но... Ну почему? Ну в 93-м году, когда я приехал, здесь жила... Сейчас я объясняю вам. В 93-м году, когда мы приехали, говорят, что у нас было 300 семей. Русскоязычных, русскоязычных. А сейчас очень много. Ну, относительно много. Конечно, там больше. Ну я к тому, что по сравнению с людьми штатами. Чем больше город, тем больше... Да, на восточном побережье очень много находится русскоязычных. Ну и с Советского Союза. Почему не только на Восточном? Почему не только, а в Чикаго? Ну вы же знаете Бруклин, ну там же Брайтон-Бич, это же... Бруклин, вы мне вот сказали уже... Бруклин не тот, что ты, который его знаешь. Там у Бруклина уже узбеки живут все. А, вот оно что. Набрать они уже узбеки, потому что все русскоязычные разъехались оттуда в пригороды, в спальный район. Но все равно там же большая концентрация была по сравнению с остальными штатами. Очень долго. Была, была очень большая. Была, вот у меня, например, в Балтиморе двоюродная стража, там было до 500 тысяч русскоязычных. Это в Балтиморе. Ну да. А мы живем в деревне. А ну правильно, чем подальше от этих больших городов, которые там с ума сходят, тем лучше, наверное. Да, ну, конечно, вот у меня, например, у меня дети закончили high school, ну, я же говорю, мы приехали в 23-м. И закончили университет, нормальные ребята, одному у 40, вот будет, другому у 36, вот. Нормальные ребята без этих современных ценностей. Слава Богу, повезло, повезло вам. Которые меня спрашивают. Да, повезло вам. А вы когда приехали, в каком году? А? А вы в каком году приехали? Нулевых, нулевых, в начале 2000-го. А, ну. Боня, молодые, молодые. Больше 20 лет здесь живем. У меня здесь сын американцев уже 20 лет. Я больше 30 уже здесь живу. Ну, понятно. У меня сын старшему 40. Словом, что у вас дети выросли до того, как вот эта либеральная пропаганда началась в школах. Ну, у нас сейчас, вот я вот, просто здесь, вот где я живу, есть это самое, нормальные ребята, все, знаете, школа нормальная и все нормально, либерально вот эту дерьмо нету. Мы, да, здесь все, даже молодежь, я вот разговаривал, все за республиканцев, из-за Трампа. Ну, очень хорошо. Вы знаете, вот только что Дамас разговаривала с человеком. Молодой такой парень, он тоже в очках, я не узнала, кто он. Может быть, он кто-то из блогеров американских. Не узнала я его. Он, значит, типа того, что в Америке. Знает он блогера Бабичева, видимо, с ним общается плотно. И я у него, он увидел мою шапку, значит, Трамп, да, и начал сразу кричать, очень как-то истерически, что он, какая разница, придет Трамп, и он ничего не сделает. Он вообще полномочия кому-то отдаст, и кто-то будет вместо Трампа править страну. Я говорю, какой, значит, у вас выход, какой? То есть, что вы предлагаете, Байден пусть остается или что? И он как-то так сорвался на маты, на какой-то визг, начал кричать, что и Трамп не такой, и Байден еще хуже. Я говорю, вообще не пойму, как бы, какая вы, то есть, он говорит, мне пофиг, ну, матом, скажем так, да, мне по-хе, что-то будет, какая будет политика, мне на все пофиг. Я говорю, если тебе было бы все пофиг, ты бы сидел бы там на Украине на своей, и сюда бы не переезжал. А раз ты переехал сюда, значит, я... Ага, ну все, ну тогда-то все, то вот если про Украину вы сказали, ну все понятно. Ну да, понимаете, а я говорю, ты, наверное, не трожный, раз тебе... Он, наверное, приехал. Да, да, вот именно, что приехал, как беженцы их запустили сюда. Ну вот я ему начала говорить, он начал говорить, что нет, он гражданин, я говорю, если бы ты гражданин был, ты бы голосовал, и тебе было бы не пофиг. А если тебе пофиг, значит, у тебя нет еще прав голосовать, поэтому ты знаешь... Я вам разверну такую вещь, одну такую вещь интересную. Значит, вот я тут развернула с одним человеком, селеной, русскоязычным. Он говорит, что он живет 20 лет больше. Я ему говорю, а ты знаешь, что такое Соединенные Штаты Америка? По-английски. United States of America. Что значит state? Он не знал. Я говорю, state, это по-английски что обозначает? Страна государства. И каждый штат, это отдельная страна государства. Это союз стран. Своя, да, свои конституции, губернатор, парламент свой. Во, во, во. В каждом, кстати, есть своя конституция. Он говорит, нет, у нас в Вильной нет конституции. Я говорю, конечно, есть. Я говорю, извини, какой ты, нафиг, 20-летним стажем живешь в Америке, и гражданство у тебя. Как ты сдавал на гражданство, я не понимаю. Конечно, есть. Может, он и живет, потому что он не гражданин? Да нет, он сказал, что он гражданин. Ну, он так сказал, я же не могу проверить. Сказать, да, сказать нужно. Да, но я говорю, я нашел губернатор, тыкнул в морду, говорю, в 1970 году была принята очередная конституция штата Иллиной. Ну, вот, он что-то там начал бормотать, я говорю, да ладно. Знаете, это, с бараном разговаривать себе дороже. Ну, я согласна, я согласна. Ну, как вот этот, начал, я, говорит, гражданин, но мне пофиг, какая власть, я голосовать не собираюсь, зачем это, мне все равно, я, значит, сам по себе живу. Я говорю, я сомневаюсь, что ты гражданин, потому что люди, которые граждане в стране, они как-то вообще-то переживают за будущее страны, своих детей, и надеются хотя бы чем-то, хотя бы там пойти протест какой-то выразить, или проголосовать. Ну, да, вот как бы с Трампом получилось бы красиво, да? Ну, вы не правы, не обязательно протест выражать. Знаете, я никогда протест не выражал, но... Нет, я имею в виду, против этой власти нынешней, пойдя на голосование, да? То есть вам, если не нравится нынешняя власть, вы идете, голосуете, ну, как бы протестуете против нынешней власти тем, что вы выбираете другого кандидата. Знаете, что надо было спросить, вот такой вопрос, просто спросить, вот он сказал, что он гражданин, надо было спросить, 120 миллиардов долларов, которые Байден отдал на Украину, а не было бы лучше эти 120 миллионов отдать на стариков, на пенсионеров, которые проживают в этой стране? Я сам пенсионер, поэтому я так говорю. Знаете, я больше 30 лет живу в Соединенных Штатах, я мата, не знал, не слышал столько, сколько слышу сейчас. Американцы, когда говорят, знаете, не просто вот так вот при разговоре матерятся, а идут в магазин, ну, у нас магазин вот здесь рядом, у нас здесь Майерс и Крогер, я не знаю, вы знаете, знаете... Ну, у нас Крогер есть, Майерс нет такого. Спасибо. Ну, не важно. Типа Крогер такой же большой. Вот пенсионеры идут, американцы, вот так просто идут, раз, мясо, рыба, куры, и так в сердцах. Не для кого-то, а просто в сердцах. Ну, и цены, знаете, и добавляют слова, словечко. Я говорю, я вот так вот научился много слов, которые за 30 лет даже не слышал. Это пенсионеры, потому что я сам пенсионер, иду, хожу в магазин, часов в 11, знаете, дня, когда народу поменьше. Ну, вот. Я говорю, вот те вот, то, что я сейчас слышу, и все. Это самое лучшее, самое лучшее. Извините, перебиваю, пока не забыла. Это правда, что пенсию индексировали немножко? По-моему, там, долларом на 300 или 400 добавили. Есть такое? Ну, каждый год, да. 3,1%. Это на целый год или помесячно добавили? На месяц добавили 3%? Или за год 3% добавили? Ну, это, да, да. Да, это, ну, каждый месяц это все добавили всем. Вот это вот social security на 3,1%. Вот, это добавили всем, и то есть все это... В прошлом году я не помню, сколько было. В прошлом году это каждый год происходит. Но это якобы на процент инфляции, якобы. Ну, понимаете, вот, мне что, волнует, там, сколько стоит, там, что-то. Мне волнует, сколько стоит продукт. Основные деньги пенсионеры тратят на продукты питания. А продукты питания, вы знаете, наверное, у вас, что та же самая в Тексасе, как и у нас в Агайе, цены чуть ли не в два раза подросли. Да, конечно, цены на все, ну, на все практически очень сильно выросли. Зарплата-то не выросла. Я в корпоративном мире работала 20 лет назад, и скажу вам, зарплата в два раза не увеличилась. Когда вы работаете именно на большей позиции, вам в два раза больше не стали платить с тех пор. Ну, как сказать, стали. Вот у меня сейчас сыну добавили, у меня младший, значит, он айтишник, ему 18 тысяч добавили. Ну, не в два раза увеличилось. Я таких добавок никогда не слышал. Никогда. Было такое, что мне добавляли 9 тысяч, мне лично, такое было, но 18 тысяч, я никогда не был такого. Ну, айтишники вообще хорошо зарабатывают. Но я работал, я работал инженером. Это, наверное, ежегодные поднятия зарплаты, да, они же обычно на 5%, там иногда на 6%, на 3% увеличивают. Ну, смотря кто, смотря кто заслуживает. Ну, да, если заслуживает, за перформанс. Они, знаете, как говорят, да, 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 они так и говорят, это до, до какой-то, обычно, обычно 3-4% это было. Вот, это так было. Я уже 10 лет не работаю, поэтому мне трудно сказать. А вы с женой или вы сами? Я по возрасту. Сейчас уже сам мы развелись, а потом у меня был инсульт. Я к тому, что... 27 лет прожили вместе. Как на пенсию вы, ну, выживаете? Ну, если бы два человека на пенсии, то как-то еще можно это подпочить. Ну, вот смотрите, у меня жилье выплаченное. У жилье выплачено, так. Ну, налог-то платить надо все равно? Property tax. Ну, как-то... 40% скидки. Скидка есть, да? Сейчас, как пенсионер, инвалидам 40% скидки. Вот у меня, у меня там хаус, так, у меня property tax где-то 2,5%. От стоимости жилья. А жилье 150 тысяч. Ну, это неплохо. У нас жилье дешевое. У вас намного дороже. У нас дороже, да. У нас можно хороший, большой, пол-акра земли, 4-бедрум, хороший дом, тюк-кар-гараж с бейсментом. У вас же еще и бейсментов нету в Тексасе. Вот я с вами разговариваю, вот это вот уже я разговариваю, это у меня бейсмент, он просто отделанный. Живой, как живой. А еще уже, если вы в Таунхаузе, это значит вы H.O.A. платите, да? Condominium Association. Ну да, H.O.A., да? Называется это Condominium Association. А у вас Condominium Association? Как? Ну, не знаю, Condominium у вас, если 6? У нас вот да. Ага, понятно. Да, да, да. Да что же? Или вам тоже скидку дают, если вы на пенсии за вот это? Нет. Нет, нет, а у нас не такая большая. Вот я разговаривал с одним из Светла, он платит 600 долларов, а у нас 308 долларов. В месяц? Ну да, конечно. Конечно. Ну, это вода, туда, там не только Condominium, туда и вода тоже включена. Мы за воду не платим, она туда включена. А электричество все равно отдельно же еще платится, да? Ну, электричество отдельно, конечно. Понятно. Ну и все равно, хватает пенсии как бы на все про все, или уже так? Да. Ну, хватает. Ну, уже близко к тому, чтобы... Начать доставать, с сейвингов доставать, да? Я так понимаю. Из формы 401. А 401, вот скажите мне, просто мне, я же еще не дошла до этого возраста, мне интересно. Ну, почему? Откладываем, что с ним делать нужно? Что с ними люди делают? Сейчас объясню. Во-первых, вы не правы. 401 можно... Ну, в каждой компании свое палосе, но обычно через 6 месяцев в компаниях ты можешь брать 401. Ну, там надо же заплатить вешеные налоги какие-то там огромные. Ничего подумать. Нет, чего подумать. 401, значит, у вас нет этого. Вы не знаете, что это такое. Ну, как, не знаю, откладывай. Ну, брать-то я, правда, не брала, но откладывай, откладывай. А, брать вы не можете до 59 с половиной лет. Ну, так я про это же вас спросила. Вы можете брать лоун под 401, можете. Лоун можно, да, я знаю, мы брали как-то. Да, с процентами. А снимать вы можете только 59 с половиной, а после 72 с половиной вообще... Я тебя спросила, что вот мы откладываем, откладываем. Да, но я еще не брал. Я еще не снимал. А вы не снимали. А если вот вы решите, вот вы говорите, что вы подходите близко к тому моменту, что уже вам самой пенсии не будет хватать, но государственной, да, и вам, допустим, придется брать с формы... Ладно. А как этот процесс происходит? Как это, ну, как берется? Ну, очень просто. Абсолютно это же самое, как вы в банке делаете. Тоже самое это. Абсолютно то же самое. Вы туда обращаетесь и говорите, что я хочу снять. Доказывая, что это, что, ну, там, пасворды и все такое, что ты это тот, 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 это самое, и тебе присылают, чески присылают. Деньги же в фурванке, они же лежат в акциях разных там предпятий. Ну, куда вы там вкладывали в акции? Так. Вам нужно их продавать. Фонда, не в акциях, а фонда, фонда, фонда. Фонда, фонда. Ну, там ETF и так далее. Ну, в общем, ну, сейчас я вам объясню. Те, которые поумнее, в общем, что я сделал? Я давно-давно положил часть моих денег equity. Вот, equity. Значит, я положил, как оно называется-то? Не equity equity, а другое. А, а, фе, ё-моё. Ну, вот сидит в голове, надо вытащить это слово. Короче, есть три месяца, есть три месяца, есть один раз в году. Ты можешь снимать, там, до определенного процента. Так как, а, 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 как ведь? Старость, шестьдесят шестьдесят шесть лет уже. Да вы не выглядите на шестьдесят шестьдесят шесть и близко. А, ну, спасибо вам большое. Мало того, я вам скажу, что десять лет назад, да, мало того, что десять лет назад у меня еще страшный инсульт был, очень сильный. И вот тогда мне дали, сказали, что работать больше не может, дали инвалидность. Ну, понятно, очень печально, конечно. Ну, хотя бы плане инвалидность. А, нет, дали инвалидность, потому что вот это называется short time memory. Short memory у меня нехорошая. Понятно. Вот, а так, ну, я не помню просто ничего. Два месяца вообще ничего не помню. Вообще, вот из памяти вылетело и все. А сейчас получится? А, сыну расскажут, что я должен. Ну, уже десять лет прошло. Вот, я с вами разговариваю, правда? Да. Вроде бы нормально. Как же называется? Улучшение на лицо, как говорится, да? Ну, во-первых, я делаю зарядку, хожу каждый день. Ну, и таблетки, естественно, выпиваю. Вот они меня проверяют всегда, давление вроде бы в норме. Ну, именно, говорят врачи, что именно из-за того, что я вот утром полчаса хожу и вечером полчаса хожу. Потому что около десяти тысяч шагов я каждый день нагуливаю. Молодец какой. Вот. Прямо восхищаю. Да, я, знаете, у меня... Нет, просто надо самого себя взять в руки и все. И потом у меня началась проблема, то, что у многих с возрастом остается проблема сна. Знаете, не может уснуть, просыпается рано, не сонет. Милопония, чего выпить надо на ночь? Не. Я нашел то, что для меня подходит. Это не значит, что подойдет. Я перед сном где-то в районе полдесятого, полодиннадцатого. Ну, у нас погода, это место, где я живу, это позволяет нормально. Я выхожу на улицу и просто пять-семь минут просто гуляю на свежем воздухе. Дышу свежим воздухом. Потом засыпаю нормально и сплю семь часов, как положено. Ну, отлично. Прямо вообще идеально. Может, мне это помогать, может, это кому-то поможет, я тоже, я не знаю. Ну, хорошо, давайте дальше. Мне же интересно про этот фурванки, потому что время, что подходит, я тоже не молодею. Короче, там есть такое, вот как же называется, короче, вы туда ложите деньги, вы их снимать не можете. Но до десяти процентов каждый год вы можете это снимать, это разрешается. Энити, что ли? Вот это Энити. Энити, Энити, Эньюити, Эньюити. Энити, Энити, Энити. Молодец. О, молодец. Я говорю, вытащить из головы надо было. Вот. Вот у меня это тоже есть, и поэтому мне 41 пока трогать не надо, пока мне еще не склон 72 с половиной, когда заставляют. Подождите, вы как-то работали, вы свои фурванки, вместо того, чтобы в эти фонды вкладывать, вы их вложили вот эти Энити, Энити, да? Энити, Энити, Энити. И вы можете... Я и 401, я и 401 вложил, и Энити тоже. А, то есть у вас и 401, и Энити. А Энити, это вы просто из каждой зарплаты откладывали какую-то сумму туда, да? Нет, 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 нет. Там можно было вот этот кусок моего 401 загнать туда, в Энити. Вот как, понятно. Я и загнал. Смотря какая у вас, смотря сколько вы туда загоните. Ну, сколько вы получите, там, я не помню, там процент какой-то. А, это 150 в месяц, а 1900 это в год. Нет, нет, дают один раз в год. Я просто говорю эту сумму, там, ну, есть разные. Есть, которые каждые три месяца тебе дают, а есть, которые один раз в год. Ты можешь снимать Энити, значит. Ну, вот 1900 долларов разделить просто на 12. Вы спрашиваете, существенно ли не существенно? Ну, понятно, понятно. Ну, 1900, это в год, это не в месяц 1900, это в год 1900, получается. Нет, в год, в год. В год, в год. Ну, да, то есть, в пенсии, как бы... Это с 20 тысяч. Вот у меня, у меня знакомый, да, есть, он выходит в этом году, или он, да, он выходит в этом году на пенсию, 67, американец. Я у него спрашивала тоже, потому что, ну, на работе мне было интересно, я говорю, ну... А почему так сложно? И он сказал, что... Я не американец, у меня было 66 и 7 месяцев. Ну, сейчас 67, значит, если ты выходишь 67, то, в принципе, ты можешь уже начинать сейчас брать часть своего вот этого пенсии. Уже сейчас можно брать, не дожидаясь выхода официального. Форум Кей. Да, и он начал брать, я у него спросила, сколько... Вы имеете в виду, можно снимать форум Кей. Ну, я так поняла, что уже не форум Кей, а именно вот пенсию официальную можно начинать получать. Потому что мне было интересно, сколько сейчас платят пенсию. Ну, пенсия... А, это надо смотреть, это у каждого по-разному. Это в зависимости от того, сколько он перечислял social security, наук у него. Да, да, но у нас работает инженером, айтишником, хорошо зарабатывает. Я у него спросила, я говорю, вот у тебя, получается, у него, то есть, максимальная практически пенсия, максимальная. И он сказал, что у него около 3000 рублей. А максимальная? Ну, это не так. Сейчас максим... Сколько? Около 3000 у него получают. Сколько он вам сказал? 3000 долларов. Максимальная 3,5 сейчас. Ну, вот он сказал. Да, может быть. А максимальная сейчас... 3,5 сейчас максимальная. Потому что он не дождался до 67, поэтому он взял максимальную, не дожидаясь. Получилось меньше. Он говорит, если бы я дождался до 67, а 67 у него будет в августе в этом году, вот в 24. Он говорит, если бы я дождался до 67, я получил бы больше. А так я получил 3000. Так вот, ну, я говорю, а как на 3000? Вы знаете, вот у меня есть знакомый, ему уже 71 год, и он, значит, не брал это social security. Ну, то есть он приехал вместе в 93-м году. А если ты не берешь, а получаешь только зарплату, это не берешь, то оно увеличивается, увеличивается. И у него сейчас уже поднялось... Ну, просто ваш айтишник, он всю жизнь работал, он здесь родился в Америке, всю жизнь поработал. А этот тоже 30 лет только поработал. Да, 30 лет у него, сколько Миша сказал, у него сейчас 2200 что-то такое. А другой товарищ у меня есть, который приехал еще в Союзе в 76-м году. Вот. Вот, у него максимальное 3,5. 3,5, понятно. Но все равно, допустим, даже возьмем, ну вот от 3 до 3,5. То есть я как бы, ну, я не знаю, насколько комфортабельно прожить на 3000 долларов сейчас в США. У меня где, вот так. Вот здесь, где я живу, в штате Огайо, недалеко, Клерман-Каунте, недалеко, чем сказать. Вот так. Ну, при условии, что у вас жилье выплачено. У вас-то жилье выплачено. У нас, у меня здесь жилье, вот у меня там хаус, да, это я в бейсменте с вами разговариваю. То есть, считайте, 3 держа, 150 тысяч стоит. Ну, это да, это, конечно. Это совсем ничего. Да, это ничего практически по американским стандартам. Ну, так вот вы же с вами только что сказали, что уже, как бы, чувствуете, что уже, ну, самой пенсии хватает уже, как бы, ну, практически впритык. Ну, у меня полторы тысячи, понимаете, полторы тысячи это мало. А три тысячи получат, а все-таки. Мало, да, да, да. Мало того, вы когда в 65 лет начинаете получать медиктер, не страховку с работы, вы сейчас медицинскую сроку уходите с работы, правильно? Ну, да, платишь за нее каждые две недели по 200 долларов. О, а когда ты выходишь, значит, сошел в секьюрити в 65 лет, ты начинаешь получать медиктер. Ну, да. Так все равно ты должен платить 174 доллара. 174 доллара ты платишь. Все равно платить надо, да? Сейчас. Но этот медиктер не покрывает, он не покрывает все. Он только покрывает А и Б, там эти, как они называются, сексы или как они называются. Вот, Си, чтобы она покрывала лекарство туда-сюда, это надо покупать дополнительную страховку. А Си, это что? Уже у меня товарищ есть? Это Си, это операции или что? Это уже медиктер не оплачивает, это надо отдельно покупать страховку. Ну, то есть Си, это более серьезные какие-то проблемы, да? То есть уже там партизирование какого-то, операции какие-то, да? Да, да, да. А А и Б только вот, они только покрывают, как же это называется? Секция, секшн. Ой. Ну, надо идти брать мою эту сушилскурить. Я не знаю, еще какие там секции. Ну, наверное, там визит пройдет. В общем, короче, когда вам придет время, вам когда придет время, во-первых, вам придет, будет приходить каждый день огромное количество писем от лоеров, которые вам бесплатно захотят вам объяснить все и объяснить и помочь. Каждый день будете по два-три письма получать. Можете мне поверить, я знаю, все так. Мало того, вы когда пойдете в сушил, вы когда перед этим оформлением там за пару месяцев пойдете в сушил секьюрити, там вам тоже самое лекции прочитают и все объяснят.